Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Калена Ливийна, обладая вот этим искусством, заняла выдающееся положение среди других колен. Как наиболее даровитое и образованное, оно к тому же полнее воплощало в себе исторический и религиозный смысл народа. В нем более живо сохранялись отеческие предания, целостнее жила вера отцов, ну и как в живом говчине хранились их заветы. В этом колене как бы сосредотачивалась народная душа, и во время самого тяжелого рабства и унижения там доилась искра народного самосознания. Именно из этого колена и вышло избавление для угнетенного израильского народа. В среде этого колена жило скромное семейство Амрама и Иохаведы. Не Амрама, а Амрама и Иохаведы. Но, собственно говоря, ничем особенным эти люди там не отличались и не выделялись, кроме, быть может, того, что как бы сильнее и целостнее, чем другие, сохраняли веру отцов. А также более чем другие, старались внедрить эту веру в своих детей, девочек Мариан и мальчика Аарона. Время это вообще было очень тяжелым для всего народа. Египетская политика угнетения достигла своего высшего развития. Деспотизм фараонов изыскивал все новые и новые средства для того, чтобы задержать рост молодого народа и сломить его нравственную силу. Как мы помним, был даже издан кровожадный указ об умершвлении новорожденных мальчиков-израитян. И когда этот указ стал приводиться в исполнение, вот как раз в семействе Амрама и Иохаведы родился второй сын. То есть первый Аарон, и вот родился второй. Ну и конечно же, вместо радости пришло в семью страшное горе. Родившийся мальчик был необычайно красив. И несчастная мать в течение трех месяцев, как могла, пыталась спрятать его от фараоновых слуг, от фараоновых сыщиков. Но время шло, и скрывать ребенка дальше, собственно говоря, уже было невозможно. И мать решается на отчаянный шаг. Она сделала из тростника корзинку, обмазала ее асфальтом и смолой, чтобы в нее не проникала вода, и положила туда владельца и, как-то с молитвами и слезами, поставила драгоценную корзинку в зарослях камыша у берега реки. Все это несчастная мать поручила проведению, так сказать, промыслу Божию, да, и легкому надзору 12-летней девочке Мариам, которая была сестрой младенца. И Мариам, как говорит написание, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Папирусный тростник в то время рос по всем широким каналам северной дельты, где жили израильтяне. Там же, в новопостроенных городах, находились и летние резиденции двора фараона. В своей листвой тростник мог защитить мальчика от солнечных лучей, а вместе с тем река, прикрытая тростником, была удобным местом, где могли купаться придворные дамы, так сказать, без ущерба для своей женской стыдливости. Все эти обстоятельства как раз и послужили орудием высшего промышления Божия. В это самое время из своей резиденции вышла купаться со своими служанками дочь фараона, царевна Хатасу, или в более официальном произношении Хатшепсут. Ну и нашла в тростнике корзинку с плачущим младенцем. Доброе сердце царевны сжалось от боли при виде несчастной участи брошенного ребенка, и она сказала, о, это из еврейских детей. То есть она поняла, что этот младенец является невинной жертвой жестокого указа ее отца по отношению к израильтянам. И, надеясь на силу отцовской любви к себе, решила спасти ребенка и даже усыновить его. Нужно сказать, что Хатасу не зря надеялась на силу отцовской любви к себе, потому что на самом деле была любимой дочерью фараона и пользовалась особенным, практически безграничным влиянием на отца. Поэтому еще и при его жизни играла важную роль в истории Египта. Вот о личности этой женщины мы немного поподробнее скажем в конце нашего занятия, ну хотя бы для общего кругозора. Итак, решив усыновить найденного ребенка, царевна понимала, что ему нужна кормилица. И Господь устроил все так, что этой кормилицей оказалась сама мать ребенка, а именно и Ахаведа. Каким же образом это произошло? Ну, как мы только что сказали, Мариам стояла недалеко от этого места и наблюдала за тем, что же будет с ее маленьким братом. И далее в Писании мы читаем. «И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреяна, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и вскормила его. Вот таким образом промысел Божий направил житейскую корзинку этого ребенка к историческому величию и всемирной славе. И это, казалось бы, маленькое событие, впоследствии имело громадное значение в истории всего человечества. Далее в Писании читаем, «И вырос младенец, и мать привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И навекло имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». То есть, когда ребенок подрос, то царевна взяла его к себе во дворец, официально усыновила и дала ему имя Моисей. Моисей в переводе, собственно, и значит «извлеченный» или «спасенный из воды». Здесь нужно сказать, что Моисей жил в доме родителей в земле Гесем не менее чем до трех лет, а может даже и до пяти, потому что на Востоке, и у израильтян в частности, ребенка кормили грудью минимум до трех лет, а иногда и даже до пяти. А это значит, что, находясь в среде своего народа, он с раннего детства усвоил, прежде всего, веру в своих отцов, ну пусть даже на каком-то там детском своем уровне. Он видел, как живет и чем дышит его народ. Как представитель избранного рода, мальчик, конечно же, был обрезан. Также, находясь рядом со взрослыми, он вполне мог присутствовать и при общих молениях и жертвоприношениях Богу Всевышнему. Все это говорит о том, что первые впечатления его жизни были получены именно в своей родной среде. Ну, а первые жизненные впечатления, как мы понимаем, всегда очень и очень важны. Когда же из убогого жилища своего отца Моисей был перевезен во дворец царевны, то там его уже, конечно же, воспитывали по египетскому обычаю. У него было много прислужников. Его тщательно и как-то деликатно кормили. Держали в невероятной телесной чистоте. Но у египтян вот этот момент вообще уже, по-моему, знаете, фобией являлся. Это телесная чистота, это нечто, конечно. То есть мы говорили как-то с вами, да, что они, мало того, что мылись бесконечно, они брили себя от макушки до пяток полностью, полностью, чтобы вот, ну не знаю, чего там они боялись. Ну, вот такая своя, такая своя фишка у них была. Ну, а также, конечно, и учили изысканным манерам высшего круга. Большая часть жизни ребенка проходила при дворе, и в основном он находился в отделении своей приемной матери, где все так же было обставлено со всевозможной роскошью. Сначала за ребенком ходили служанки царевны, но со временем к нему были приглашены и учителя. И началось его воспитание, ну, в обычном смысле этого слова. Но, как мы понимаем, воспитание человека начинается в сущности раньше, чем его образование. Склад и особенности характера ребенка формируются, как правило, под влиянием обстоятельств и впечатлений той среды, да, которая окружает его с детства. Они западают глубоко в душу и составляют вот как раз ту основу, на которой впоследствии и создается, то есть формируется личность человека. Мы сказали, что самые первые годы своей жизни, то есть до переселения во дворец Моисей, постоянно находился в среде своего народа. Поэтому его самые первые впечатления были получены именно там. Но этот вот отрезок времени, конечно же, был слишком мал для того, чтобы эти впечатления могли укорениться глубоко в душе, если бы не имели продолжения в дальнейшем, о чем я скажу чуть позже. А что же окружало юного Моисея, когда он жил в царском дворце в отделении своей матери? Есть основания полагать, что царский двор в это время большую часть года проводил не в Фибах, которые вот уже являлись теперь официальной столицей Египта, а проводил в Мемписи. С террас царской резиденции Моисей мог видеть весь величественный город Фта, который расстилался перед ним во всем богатстве своих архитектурных украшений. Он видел население этого города, а также неустанное движение его торговли и промышленности, удовольствия и религии. Шумные толпы непрестанно проходили по его улицам и площадям. Тяжело нагруженные суда двигались вверх и вниз по величественной реке. Лодки стрелой мчались по всем направлениям. В воздухе раздавалась музыка. Она смешивалась с разными выкриками со стороны кучеров, продавцов и лодочников. Сквозь оранжевую и синеву западного неба вырисовывались пурпурные формы трех великих пирамид, а также величественных памятников и гробниц могущественных царей. Жизнь и движение в городе возбуждали в ребенке любопытство и желание действовать самому. И по мере возрастания мальчика, его знакомство с Мэмфисом и кипящей в нем жизнью должно было, конечно же, волей-неволей расширяться. Во время прогулок в колесницу он получил возможность бывать на улицах. Там он уже вблизи мог видеть ту толпу, которую раньше созерцал только издали. Его уже брали в великий храм Фта и показывали таинственные фигуры и иероглифы на стенах. Во дворах храма ему могли встречаться процессии жрецов, которые воспевали разные гимны в честь богов, а также приносили жертвы и возлияние над их изображением. Отрак Моисей по временам встречал также и священного быка Аписа, которого водили по главным улицам города для народного поклонения. Храмы в Египте представляли собой, наверное, самые величественные здания, а самыми почитаемыми личностями, конечно же, после фараона, были жрецы. Религиозные праздники у египтян, как мы знаем, были многочисленные. Ну, раз они были многобожники, то, соответственно, куча богов и такое же количество праздников. В них участвовали мужчины, женщины и даже дети. И Моисей, видимо, уже рано познакомился с внешним характером египетского богослужения. Ну, и, скорее всего, ему так же нередко приходилось присутствовать при возмутительных обрядах, а, точнее сказать, огиях, вот этого египетского безнравственного богослужения. Ну, то есть смело можно сказать, что обстоятельства и впечатления, которые окружали Моисея вот в этот период его жизни, то есть в период формирования его личности, не могли заложить в нем ту правильную духовную основу, на фундаменте которой он смог бы сделаться истинным сыном своего народа, ну, и уж тем более его духовным вождем. Поэтому здесь как раз и нужно сказать, что в ранней жизни Моисея присутствовали и другие стороны его впечатлений. Считается, что дочь фараона не разорвала связь между своим усыновленным ребенком и его родной семьей. Царевна вообще никогда не заявляла, что это ее собственный сын. То есть о его еврейском происхождении было известно как ему самому, так и египтянам. Но, собственно говоря, даже если бы она и захотела скрыть его происхождение и сказать, что это ее родной ребенок, это было бы совершенно невозможно, хотя бы по той простой причине, что внешность вот этих народов кардинально отличалась друг от друга. Итак, поскольку царевна не разорвала связи с семьей Моисея, то ему позволялось видеть своих родных. Поэтому он отчасти находился под влиянием царевны и двора, а отчасти под влиянием своих отца и матери, а также сестры Мариан и брата Аарона. И вот это происходило в течение всего первого периода раннего пребывания Моисея в Египте. Его общение со своим семейством было крайне важно именно для его религиозных убеждений, а также сочувствия к своим единоплеменникам. Ввиду этого основы патриархальной религии глубоко запечатлелись в душе Моисея, когда он был еще ребенком. Он вырос твердым приверженцем единобожия, человеком, который веровал в обетование, данные Аврааму, Исааку и Акову, и презирал идола покровства. Соприкасаясь со своими наплеменниками, он чувствовал скорбь при виде их страданий и надеялся, что со временем их судьба может измениться к лучшему. Вместо того, чтобы всецело превратиться в египтеанина, Моисей был египтеанином только наполовину. В глубине его души сохранилась основа тех чисто еврейских чувств, которые и дали ему возможность в будущем стать рождем своего народа. В детстве с Моисеем произошел один очень интересный случай. Хочется его здесь представить. По свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, когда Моисей был ребенком, он избег еще одной страшной опасности угрозы своей жизни. Первая опасность, когда его хотели убить израильские сыщики, вторая, вот такая была серьезная опасность. Дочь фараона иногда брала маленького Моисея в помещение своего отца, желая показать ему его красоту и ум вот этого ребенка. И существует предание, что однажды она передала мальчика в руки фараона и обратила его внимание на невероятную красоту этого ребенка, его высокий и благородный дух и вообще на всю его необычность. Фараон, желая сделать приятное своей дочери, снял со своей головы корону и надел ее на голову мальчика. Но ребенок, как бы испугавшись этого, вырвался из рук царя, снял корону, чтобы рассмотреть ее, потом поставил ее на пол и встал на нее ногами, пытаясь вот так вот удержаться на ней. Такой игровой момент, да, как бы. Здесь рядом оказался жреческий песец, который за некоторое время до рождения Моисея предсказал, что в Египте должен будет родиться еврейский ребенок, который сокрушит силу Египта. Видя, что сделал мальчик, вот в данный момент этот песец скричал громким голосом. О, царь, вот тот ребенок, которого в Боке повелели убить нам ради нашей безопасности. Смотри, как он подтверждает пророчество. Он не спровергает твое верховенство, попирает твою корону своими ногами. Убей же его. И пусть уже египтяне перестанут томиться страхом, а евреи возбуждаться своими надеждами. Ну, царевна, услышав эту речь, конечно же, бросилась к ребенку и, схватив его, выбежала вон. А царь не захотел, ну, как бы, последовать совету своего песца, и таким образом Моисей вот избежал второй угрозы своей жизни. Как в этом, так и в других подобных рассказах признается, что Моисей отличался необычайной красотой. Причем не только в детстве, но и в отрочестве, и в юности. Я думаю, что и в старости. Потому что, ну, как говорится, да, красоту и благородство никуда не денешь. Богослов и религиозный мыслитель Филон говорит, что внешность его была прекрасна и вместе с тем благородна, исполнена скромности и в то же время высшего достоинства. А Иосиф Лавий пишет, что не было такого человека, который при виде этого ребенка не поражался бы его необычайной красоте. Когда он проходил по улицам, то при встрече с ним все невольно оглядывались на него. Рассказывается, что он также был весьма велик ростом для своего возраста, чрезвычайно умен, силен и способен к самой выносливой работе. Что касается его ума, то ум этот действительно был необычайный и обнаруживался во всем. Всем невольно думалось, что в этом ребенке заключается нечто большее, чем человеческое. При этом у израильтян невольно зарождалась надежда, которая заставляла их видеть в Моисея исполнение своих ожиданий, некогда данных им в великих обетованиях. Египтяне же со своей стороны напротив смотрели на Моисея подозрительно, как на человека, которого им придется опасаться, когда он достигнет возмужалости. Что касается воспитания и образования Моисея, то, как сын дочери фараона, он во всей полноте получил то воспитание и образование, которое обычно получали в Египте дети высшего общества. Воспитание это разделялось на физическое и духовное, но об этом мы более подробно будем говорить в следующий раз. А сейчас, собственно, как я и говорила, в конце этого занятия мне хотелось бы сделать такой небольшой исторический экскурс и хотя бы кратко рассказать о той самой дочери фараона, которая и стала приемной матерью будущего пророка Моисея. Ну, чтобы она пристала перед нами не просто как библейский персонаж, дочь фараона, дочь фараона, дочь фараона, а для кого-то и мифический вообще персонаж, чтобы она пристала перед нами как реальное историческое лицо. Итак, фараон, который правил Египтом в рассматриваемое нами время и вот который издал указ о умершвлении израильских младенцев был фараон Тутмос I. У него был сын Тутмос II и дочь принцессы Хатасу или вот Хатшепсу. Как мы сказали выше, она была любимой дочерью фараона и пользовалась особенным влиянием на своего отца. Хатасу вышла замуж за своего вот этого вот сводного брата, наследного принца, и когда обдавила, то сделалась, по сути, полноправной правительницей страны. Она была пятым фараоном 18-й египетской династии, вот той самой династии, которая свергла Гиксов, и при которой израильтяне пришли вот в такое рабское положение. То она была пятым фараоном вот этой вот 18-й династии. Эта царица правила Египтом 22 года. Ее правление ознаменовало собой небывалое процветание и возвышение Египта. Из всех сфер своей государственной деятельности Хатшипсот проявила себя прежде всего как фараон-строитель. После смерти своего отца она энергично продолжала постройку храмов и дворцов, начатых этим фараоном. Кроме того, царица закончила восстановление Египта после нашествия Гиксов, а также воздвигла множество памятников по всей стране. Попей, Володь, водички? Сухой. Сухой водички попей. Пожалуйста. Ну она единственная фараона была женщина, так? То есть женщина единственная? Она? Нет, у нее была наложница, от которой и был рожден вот этот Тутмос-третий. Нет, я имею в виду женщина. А, женщина-фараон? Нет, считается, что было 5 женщин, 4 или 5 женщин-фараонов. Да. Перед ней там еще, после нее еще какая-то была. В общем, толком не помню, но считается, что 4, но она была самая вот такая, самая могущественная, самая яркая личность. А вот ты говорила, брелись все. Что, и женщины брелись? У них парики, они носили. Да? Да, высший класс. Низший класс не брился, брелись только высшие классы. Они тоже на носу женщины. Это черные у них парики. Это парики, бороды наклеенные, все-все-все-все-все-все-все. Да-да-да. Ну, у нее была накладная борода, как у фараона. У нее нет, у нее не было, она на памятниках с бородой изображалась. А так она... У нее, международная борода. У мужиков. Нет. Нет, почему? Правда, у женщин тоже, да? Как у фараона? Нет, она изображалась. Она носила мужскую одежду, вот лично она. Да. А изображалась с бородой на памятниках. Ну да. Но в жизни она, как бы, без бороды ходила. Так, это все, что сейчас очень новое. Дорогой, ничто не новое под луной. Понятно, да, движение. Так, ну давайте дальше, ребят. Потому что мы уже ушли куда-то. Ну, я попил, все, я очень рада. Больше он не будет хыкать, мыкать и так далее. Так, значит, внимание. Судя по всему, Хатасу проводила и военные кампании. Сохранились данные, во всяком случае, о шести военных походах. В одной из таких военных кампаний она принимала участие лично, а возглавлять другой военный поход, это был поход против эфиопов, царица назначила вот своего приемного сына Моисея. Когда он получил свое основное образование, ну а потом еще с близком прошел еще и все ступени военного обучения. Вот об этих вещах мы тоже будем говорить на других занятиях. Это очень интересно. Впрочем, вот эти военные кампании носили больше характер оборонительный, нежели захватнический, потому что все пытались как-то вот захватить хоть какой-то кусочек Египта и что-то себе оттуда урвать. Также царица дважды снаряжала экспедицию в землю Пунт на территории Африки. Из этой страны гефтяне привозили лучшие сорта ладана и мирры. И эти экспедиции были посвящены не только торговле, но и тщательному изучению флоры и фауны вот этой земли Пунта, а также его социальной и политической организации. Вот такая была царица с разносторонними, так сказать, интересами. Кроме того, экспедиции в Пунт принесли с собой в Египет до серии неизвестные породы животных, а также сокровища из золота, слоновой кости, черного и других ценных пород дерева, и все это значительно, конечно же, пополнило царскую сокровищницу и храмовые богатства. При возвращении экспедиции вот можно прочитать, что ее встречали с пышными церемониями, громадная процессия придворных чинов, военных и других сановников, а также жрецов под звуки музыки и гимнов направлялась к храму среди необозримых масс народа, которые оглашали воздух кликами торжества и радости. В надписях, сделанных на стенах храмов, повествуется о чудесах предприимчивости этой знаменитой женщины. На памятниках она в основном изображается именно вот с бородой в знак того, что была полновластной царицей Египта. Несмотря на свой довольно мирный характер, Хадшипсук была действительно натурой властной, волевой, деятельной, целеустремленной, честолюбивой и никогда не отступавшей от принятых ею решений. Что касается ее собственных детей, то да, у нее была и своя собственная дочь и по имени Нефрура. Эта дочь была от брака вот с этим Тутмосом вторым. И в планы царицы входило дать начало настоящей женской династии цариц в Египте. Об этом она неоднократно заявляла в своих надписях, что наследницей престола будет ее любимая дочь Нефрура. Но, к сожалению, осуществиться этим планом не удалось. К власти очень стремился ее пасынок Тутмос Третий, который являлся сыном ее покойного мужа от наложницы. Не ее как бы родной сын, а сын от наложницы. И он сделал все, чтобы ослабить власть Хатасу. Сначала он убрал ее близкое и доверенное окружение, но убрал не в плане подвинул, а в плане отправил на вечное упокоение. Это серьезно надломило царицу, и она частично отстранилась от власти. А потом тут Мастрите, как предполагается, умертвил и ее любимую дочь. Конечно, не сам пришел в кофеек насыпал цианистого окалия, конечно, это был заговор. Смерть принцессы была слишком неожиданным и сильным ударом для царицы. В итоге достигла своей цели. Женщина-фараон была сломлена и свергнута. После длительного 22-летнего правления царица Хатшепсут умерла в своем дворце в Фивах в одиночестве и покинутая всеми. Точный возраст ее смерти неизвестен, но предположительно он должен был составлять где-то около 60 лет. Ну, собственно говоря, мы кратко ознакомились с личностью той женщины, в чьи заботливые, надежные и любящие руки Господь отдал до поры до времени своего будущего пророка и вождя избранного народа. На следующем занятии мы будем говорить о воспитании и образовании Моисея, о получении им вот той самой всей мудрости египетской, о которой упоминается и в деяниях апостольских. На сегодня все. Всех благодарю. Благодарю. Продолжение следует...